Студия «Медиакнига» представляет Оксана Головина «Ромашка для снежного принца» Читает актриса Алла Човжик Глава первая Дорогой Дедушка Мороз Аккуратным почерком ложились слова на бледно-голубом листке бумаги Подари мне на Новый год длинные ноги, Большевый паспорт и более-менее симпатичного парня Несчастно вздохнули в дальнем углу университетской библиотеки Мне буквально на один день, даже на один вечер И такого, чтобы нервы покрепче Ты моя последняя надежда, дедушка Что ты тут бормочешь? Раздался неожиданный голос за спиной, заставляя торопливо забросать раскрытыми книжками свое тайное послание Голубые глаза Камиллы широко распахнулись, когда встретились со скептическим взглядом стоящей перед столом девушки Это была, несомненно, девушка, что бы все ни думали Даже если в неизменных мешковатых штанах так походила на парня со своими короткими черными волосами, пирсингом и множеством татушек Одна из них зловеще выглядывала из-под края черной байки и тянулась через шею к уху Тоньке Воробьевой не хватало только пары рожек и хвоста Хотя иногда складывалось впечатление, что весь комплект у подруги имелся И когда успела подкрасться? Камила нервно улыбнулась, на что Тоня только поморщилась Бросила рюкзак на пол возле стола и опустилась на свободный стол напротив нее «Так что окопалась здесь?» — продолжил допрос Тони «И телефон чего не берешь, когда тебе звонят?» Я звук выключила Поспешила оправдаться Камила и потянулась к своей сумке, выуживая оттуда мобильник «Ты же знаешь, что библиотеки с этим строго» Она посмотрела на экран «Да, с десяток пропущенных вызовов» «Я уже думала, что опять что-то случилось» — возмутилась Воробьева «Вечно влипаешь в неприятности, договорились же, что будешь на связи» «Извини», — примиряюще улыбнулась Камила «Я правда забыла о телефоне» «И чем так занята была?» «Ты на бед ходила? Или так сидела здесь с прошлой отмененной пары?» Аккуратно пододвигая книги и для верности устраивая сверху свой исписанный конспект Камила убедилась, что письма остались скрытым от внимательного взгляда подруги «Я немного позанималась, завтра последний зачет, волнуюсь просто» «Ты знаешь больше препода», — хмыкнула Тоня «Даже я знаю больше этого Дюкина» «Ладно, вот что есть» Девушка подняла с пола свой блеснувший пряжками рюкзак И открыла одно из отделений Зашуршала чем-то И Камила немедленно ощутила восхитительный аромат сдобы и малинового джема «Пончики» От предвкушения она даже принялась выстукивать носками белоснежных ботинок под столом Тоня извлекла из рюкзака небольшой бумажный пакетик И вернула вещи на пол «Ты уходила в кафе?» Удивилась Камила Теперь замечаю тот факт, что волосы подруги были влажными от растаявшего снега Опять без шапки по улице бегала «Не-а!» — мотнула головой Воробьева, открывая пакет и предлагая голодной подруге угощаться «Денис привез» «Он заезжал к универу?» «Угу» Тоня кивнула, откусывая пончик «Проспорил мне, вот и пришлось желание исполнять» Есть обеим девушкам пришлось быстро, поскольку суровая Наталья Евстафьевна, оберегавшая уютную кладовую знания их универа, никогда бы не впустила в библиотеку с едой Обжигая язык горячим джемом, Камила поморщилась, как и подруга Ход настроения улучшалось с каждой следующей минутой «Еще бы!» «Денис, парень Тоньки!» Знал, чем порадовать мелких Правда, это прозвище больше подходило ей Точнее, только ей Камила вздохнула, принимаясь за очередной пончик Мало того, что роста мала, так еще и единственная на курсе, кому до сих пор 18 не стукнула А с предвзятым отношением окружавших ее старичков складывалось стойкое ощущение, что была единственной в своем роде 17-летней студенткой Камила задумалась «До дня рождения еще дожить нужно!» А наступало оно под звон бокалов шампанского, речи дорогого президента и коллективного истребления ярких мандаринов То бишь с первой минуты января Ох и ждала она этот момент «Чем опять грузишься?» — прервал ее мысли голос Тони «Да так, ничем» «Ты же не думаешь опять о том козле Тополеве?» — мрачно потянула подруга «Хватит! Я запрещаю!» «Не думать? Она бы с радостью! Да вот только все сказанные им слова она вряд ли еще скоро забудет Как и тот факт, что сказал их прямо в коридоре универа «Не забудьтесь о том, что их услышат посторонние!» Еще и разыгрался так, будто она за ним бегала И зачем Тонька напомнила прямо сейчас? «Да, Андрей Тополев, третий курсник, конечно, прав в одном Она — ходячая невезение Иначе не была бы так наивна, соглашаясь в тот день заговорить с ним Черт! А она ведь еще и улыбалась Улыбалась ему!» Неловко как-то «Извини, мил!» — взволнованно пробормотала рядом Тоня Замечая, как поникла подруга после ее слов «Дурочка, я клянусь, что больше не заговорю об этом гаде, доедай, а то остынет!» Она кивнула, указывая на десерт в руке Камилы «Да ладно!» — девушка даже улыбнулась ей, желая поддержать попытку извинения «Когда есть пончики, все остальное не важно» «Точно!» — смыкнула Воробьева, приканчивая последний, а затем сминая шуршащий пакетик «Когда твой брат приезжает?» — припомнила вдруг Камила, меняя тему «Ты же говорила, что он собирался перевестись еще до Нового года и все уже решено» «На днях и приедет!» — проворчала Тоня «Мы с ним уже, черт знает, сколько не виделись» Да, после развода родителей те решили поделить двойняшек Мать забрала себе дочь, а сын остался с отцом Мать Тоньки так крепко повздорила с бывшим мужем Что даже дочери свою девичью фамилию сменила Не Елена Петровна, не Олег Викторович Так семьей не обзавелись, но продолжали скрипеть зубами об одном упоминании друг о друге И продолжался-то уже лет пять Камила поджала губы, скользнув взглядом по взъерошенной подруге Интересно, как ее братец выглядел? И отчего так ворчала об одном его упоминании? Они ведь должны быть похожи Наверняка нечто бритоголовое, покрытое татухами по самые уши, в цепях и коже Она вздрогнула, понимая, что слишком расфантазировалась Это точно до добра не доведет Главное, чтоб Тонька не расстраивалась Ведь придется теперь с братом в одном универе учиться Черт, прошептала Камила Что? Кинула ей Воробьева, выбрасывая в урну пустой пакетик Да так вспомнила, что не все подготовила на завтра Сообщать о том, что я сама волновалась о встрече с двойняшкой Тоньки, она не собиралась Да, поскольку они близкие подруги, то ей придется терпеть его присутствие Итак, проблем выше макушки, а тут еще и это Долго думать ей не дали Громко и настойчиво зазвонил Тони на телефон Девушке пришлось в срочном порядке выуживать его из бесконечного кармана штанов Пока библиотекарь не добралась до их стола, уже приподнимаясь со своего стула Воробьева виновато улыбнулась хмурой женщине и на мгновение глянула на подругу Мама звонит Мил, я выдаю это надолго, давай, чтобы без переломов до аудитории добралась, поняла? Ладно, встретимся на паре Махнула ей Камила, затем наблюдая, как Тони схватила рюкзак, накидывая обе лямки на одно плечо И торопливо вышла из библиотеки Что ж, у нее оставались полчаса Отлично, можно продолжить готовиться к зачету или... Или продолжить сходить с ума Со вздохом Камилла кончиками пальцев потянула голубой листок из подвороха конспектов и книг Письмо Деду Морозу? Глупость несу светная Но что оставалось? Через пару дней университетский новогодний бал Традиция, черт возьми Наверняка явится вся ее группа И не прийти самой, только доказать им, насколько жалко сейчас Особенно после представления, разыгранного Тополевым Она не могла не прийти Но где взять пару? На один день, на один вечер Дорогой Дедушка Мороз С мечтательным вздохом Камила взялась за ручку И удобнее устроила на столе листик с начатым письмом Ты моя последняя надежда